итак ребята всем привет сегодня у меня видео очень интересно тем что оно спонтанно решил я немножко прибраться у себя на балконе и нашел старый свой рюкзачок с которым я в прошлом году ходил на копы получилось так что показался он тяжелый мне и я решил проверить что же там в рюкзаке тяжелые снимаю я вот в такой неудобной обстановке связи с тем что камеру невозможно поставить везде мой пес ходит на в эту комнату он ему запреты запрещен так что здесь вот в таких вот неудобных условиях я буду раскрывать свой чемоданчик и вы будете в шоке от того что у меня находится там находки с прошлого года о которых я совсем совсем забыл и сегодня у нас коронавирус и у меня находки просто шикарные так что сейчас я буду свой чемоданчик вам показывать думаю вам понравится видеосюжет потому что находок в этом чемоданчике не с одного копа а с несколько так что смотрим будет очень очень интересно ну что ребят на полу я это все буду делать вот мой старый рюкзачок весь по износился и вот зайти вот в этом кармашке очень много всего интересного очень много чего вкусного смотрите я даже не знал что у меня такое есть вот это не помню откуда но он все-таки есть сейчас я все это скопом вытащу и вам продемонстрирую ох ой 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 звезда ребята полтинник так складе ну давайте я все это вытащим и на столе потом фокусе вам покажу у меня даже более находки просто зашквар сейчас все это мы достанем из кармашка я вам покажу поближе что же тут интересненько такое нас будет находок просто тут колечки какие-то ребята смотрите какое большое количество все грязно значит будем скоро это все очистить дело так все здесь у меня конечно есть различного рода и такой вот шмурдяк всякие цветные болвашки всякое всякое но это нам не интересно нам интересно то что находится вот здесь вот здесь красота сейчас мы будем с вами смотреть ну что ребят приготовил я свои здесь нечищенные коробочки с различными монетами я их вот таким вот образом все большое количество и я разместил по годам именно здесь вот у меня советики до 61 года именно алюминистая бронза медный никель и отдельно медь отдельно сделал вот и мне так проще это все нечищенное серебро имеется все это нечищенное я размещаю до лучших времен пока как-нибудь время не останется свободно и я буду заниматься чисткой вот и сейчас по этим же коробочкам я буду размещать сейчас открою серебро 61 год медно-никелевая смесь именно будем размещать все это по дно разберемся что у нас здесь есть интересненько так здесь у нас еще есть тара и мы сейчас будем в нее складывать чем-то эдико интересненько вот такой крест классный вообще классный крест я даже помню где мы подняли его и с кем подняли сюда я буду откладывать интересненький шмурдяк так складень наверно створка складня все такие вот вещи которые непонятные на копии я их тоже забираю и потом разглядываем что это такое так обломок обломок от креста ребята от большого киотного креста обломок пушки серебряный крестик так пуговки пуговки колечки вот такая ткакарда тоже морская времен где-то великоотечественной пробочки я тоже собираю пробки я тоже собираю потому что они как бы тоже имеет какую-то ценность так вот тоже обломок киотного креста печально печально пуговка орлянка в лкс м давайте поближе все-таки прибавлю чтобы вам лучше было видно вот так медаль что у нас за медаль сталин и ленин советской армии 30 лет советской армии вот такой у меня еще нет серебро потом разберемся личке пуговка прикольная пуговка напишите в комментариях что за пуговица она у нас поднята была шурфа здесь крест может швец швеция может быть красный крест вот такая вот тоже напишите в комментарии ваше предположение что это от чего но здесь а буковка и вот такая вот сфер какая-то в интернете я смотрел что-то связано с полком анна ивановна вот и анна ивановна с супругой александра вот если у вас есть информация напишите так еще одна створочка створка правая от складня все это конечно чистить надо наконечник стрелы наконечник стрелы датировать тяжело не знаю возможно как минимум монголы так крестик так бижутерия приятная вещица надо будет как-нибудь взяться за чистку данной вещи у меня есть видеосюжеты связанные с чисткой таких вещей получается просто шедевры если кому интересно можете заглянуть посмотреть по чистке металлопластики так обломок от креста блин жалко смотрите здесь даже остались краски эмали синяя белая так еще глупо крестика вот интересный крестик оловянный так ну обломок снова обломок от киотного креста представляете уже сколько обломков я вам продемонстрировал так медаль ох медаль красивая хорошая за так чуть господи не знаю но здесь буковка н а2 1853 1854 1855 по 56 год я так понимаю это крымская война по шмурдику наверно и все вот такие вот фишечки я предполагаю что это фишки от девчачьей игры мужики играли с монетами а девчата играли вот такими вот так но без этого никуда царская монета две копейки развальцованы именно под обручальное кольцо так вот это интересная очень вещица возможно это пряслица возможно или солярный амулет я считаю что это все таки пряслица у вас варианты есть пишите так пуговки гирьки пуговки еще от пуговка с крестиком ну и все на это по шмурдику на этом все сейчас я буду все это монеты отсоединять интересные монеты есть серебряные царские вот пятак 24 вообще шикарно все достаем свои складывать интересные вещи и так 24 классный трешка царская 99 пятачок 81 душка 24 трешечка николаевского образца ой хочет какой-то каменелая это советик с такими вот коростами мне приходится ребята очень часто бороться очень часто мы ее обязательно будем когда-нибудь чистить и видео сюжете я вам покажу как бороться вот с такими монетами также тоже сюда поставлю так пятачки давайте трешечки всякие заодно сразу складывать медь в процессе я вам буду показывать если что-то интересненькое будет вот хороший рельефу n1 серебром копеечка 40 45 год что интересная монета дальше пятачок 24 еще один хороший здесь очень много монет которые были подняты именно шуфа где было много меди так медно-никелевые тоже давайте поставим сюда медно-никелевые серебрушки так пять копеек 41 года медно-никель так царская не не царская двадцать четвертые года две трешки и двушечки так трешки сорок третий пятьдесят шестой чем-то интересненько бы найти тут 36 так есть даже встречается после 61 года их я тоже отдельно они конечно мне не интересны но так чтобы было низкопрофильная двушечка блин у меня мало экземпляров низкопрофильных двушек который хорошего бодрого сохрана очень найти бы 2 копейки 27 был вообще шикарно ах вот смотрите екатериновский пятак конечно он лопатой немножко ударенный 86 год такой вот пятачок зачетно люблю крупную медь так еще одна двадцать четвертого года пятачок но к сожалению удручающего сохрана пятак 1911 год николая хороший бодрый так а вот смотрите с зубцами все монеты которые я встречаю зубцы находятся непосредственно на орле это у нас был биток игра орлянка видеосюжет есть если кому любопытно можете посмотреть я там выкладывал как в нее играть все правила этой игры не многие между прочим знают правила и не знают как они в нее в свое время играли наши деды прадеды любопытно посмотрите так пуговка орлянка очень любопытная сохран классный вообще зачетный вообще класс так дальше что у нас тут так советики советики медно-никелевые 3 копейки 3 копейки 29 20 медно-никелевая пятак 31 вы такая чутка ой царское серебро смотрите какой ужасный сохран царского серебра царское серебро 15 копеек зачетно серебрушка пополнится так 28 ребята 28 27 надо 27 поехали дальше поближе поставлю так пятак 52 копейка 24 медно-никель вот найти бы вот среди этого всего чем интересненько такой который я не разглядел на копе например копеечка 25 очень люблю ребята вот заниматься вот такими вещами разбирать находки смотреть что интересно можно отыскать чищу я конечно очень редко потому что ну просто не хватает времени катастрофически чищу непосредственно для вас делаю эксперименты различного характера чтобы молодые камрады выбирали для себя лучший метод я много всяких методов делаю конечно некоторые не особо интересные но они имеют свойства жить потому что на на любителя все методы кому-то нравится чистить моим методом это при помощи ортофосфорной кислоты кто-то чистит при помощи электролиза тоже хороший метод я кстати медь ближайшее время буду чистить электролизом и вам конечно же покажу как и и у меня результаты хочу сказать что медь электролиз чистит очень хорошо если монетка хорошая бодрая то результат будет шикарный можно даже сохранить родную патину критиков этого метода очень много но факт том что он работает достаточно хорошо недаром этим методом электролизом пользуется у нас археологи для чистки своих артефактов они же не зря использует этот метод они между прочим понимают на толк в колбасных обрезках блин 27 по 37 двушка пятак 52 ну-ка пятак 28 пятачок 28 так 46 перстень довольно таки старенький перстень интересная находка и точек 52 не знаю напишите ребят в комментарии как вам нравится разбирать находки чужие находки я не знаю как вам но мне достаточно приятно и интересно смотреть чужие находки швыряться в их ним барахле не знаю почему почему-то мне нравится вот иногда когда приезжаю в гости кому-нибудь друзьям камрадам и прошу у них показать то что они накопали кстати у меня есть видеосюжеты связаны с обзором находок камрадов проект называется в гостях у камрада два пятачка 40 и 31 так серебро у нас тут появился вот такой серебро ой-ой-ой-ой 50 копеек 1922 год класс три серебрушечки из этой кучечки так пробитые монеты это сманисты окаменелые монеты я даже разглядывать не буду я их просто сразу отправляю их к монетам после 61 года реформы потому что окаменелось появляется именно вот еще одна серебрушечка 10 копеек денежка денежка 1861 год класс александр 2 люблю такие редкие монетки там денежка чем-то в этом роде не часто они у нас попадаются между прочим но все же встречаются так советики советики интересно чем интересненько у меня будет здесь и так 38 трешечки трешечки окаменелые монеты сразу можно отправлять 61 3 копейки 24 некоторые монеты очень достаточно хорошего у них достаточно будет просто на несколько секунд чистящие средства окунуть достать и протереть и на этом будет достаточно многие конечно осуждают что якобы мы чистим сдираем всю на ней родную патину вот какая может быть родная патина вот на таких монетах ребят смотрите на ней несколько различных слоев различного окисла и и вот некоторые прям пишет ой содрал с них совсем все монета обесценились а вот это вот разве такие вот монеты разве что-то стоит ребят вот скажите что они стоят нифига не не стоит на некоторых болячки окислы чудовищные загрязнение как вы видите вообще непонятного характера и вы думаете они будут что-то интересного стоит да нифига ни один нумизмат у вас не возьмет такие монеты хорошей цене а эксперименты и чистка она нужна потому что где-то примерно из всех чищенных монет достаточно большое количество но как большое количество порядка двадцати а то и тридцати процентов чищенных монет выходит хорошие бодрые и такие монеты уже нумизматы заинтересовываются а вот такие вот зеленые да нафиг они нужны кому даже года невозможно прочитать так что ищите для себя лучшие методы чистки вот если что-то интересненькое пишите делитесь своими методами где получается очень шикарный результат я постараюсь это видео замутить если она конечно же интересное будет метод чистки и результат шикарный то я обязательно этим методом поделюсь другими чтобы молодые начинающие комрады не мучились в поисках хороших средств на данный момент самое эффективное средство для очистки это ортофосфорная кислота я пользуюсь преобразователем ржавчины или же нейтрализатор последнее время использую нейтрализатор связи с тем что в нем только два компонента сама кислота и вода только два компонента и это самое главное чем меньше примесей кислоте тем результат будет лучше быстренько мы с вами справились достаточно очень хорошо меня это радует по крайней мере у меня с головы снята одна проблема и мы их разобрали и отправили по нашим баночкам баночки конечно же с каждым разом все увеличивается увеличивается ну что принципе нормально получилось четыре серебра четыре серебрушечки вот это порадовало прям порадовало сейчас наверное дальше буду продолжать разбирать у себя вещи если что-то интересное отыщется я вам покажу а сейчас пока пока вот на этом и вот приятной ноте закончу итак ребят прошло еще наверное минут пять как я попрощался с вами хочу сказать что вот у меня серебрушечки нашлись также на балконе пакетик нашел вот он пакетик и пакетик интересны тем что здесь давно забытое серебро смотрите сколько у меня тут серебрика и да и все все не чищены ребят не чищены полтинник 1 полтинник 2 2 полтинника у меня оказывается есть наличие не чищены молтобоицы и звезды зачетно зачетно ну я не просто из-за этого пакетика стал еще снимать ребята из-за того что я нашел еще одну банку про которую я совсем совсем забыл баночка интересно тем что там имеется у нас вот чего куча всего вкусного вот смотрите сколько всего вкусного так медали я даже наверное с вами разбирать их не буду сразу сторону уберу такие вот медали достаточно много я тоже ребят занимаюсь реставрации медалей вот такие вот бывают вещи у меня я их тоже реставрирую ребят видео сюжетов конечно у меня нет как я это все делаю вот из таких вот обычных вещей я потом сделаю хорошие потому что очень часто попадаются на копе и планки и сами вот медали и потом я их как бы реставрирую делаю достойные экземпляры так что вот так вот медали достаточно много но это на будущее на будущее так что у нас есть так это у нас значки советской эпохи это у нас отличники отличники войск но я тоже иногда отделать нечего занимаюсь кокарда кокарда белогвардейца солдат российской армии это я предполагаю тоже но уже какая-то офицерская кокарда советского милиционера кокарда обычного где-то примерно период 50 60 70 года офицерская в армиях называют орех так ну это уже понятно понятно вот это тоже не знаю как тут оказалось но это серебро так что это нужно тоже мне отложить в раздел серебра смотрите какая чудесная вещица эту вещь я поднимал на чердаке ребята на чердаке вещь просто огонь планочки 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 все это суда ну и очень много различного рода советской атрибутики значочки мне нравятся такие вот знаки еще ребята знаки сейчас я самые такие старые которые вообще имеются вам продемонстрирую вот это все ребята вот эти вот на ладошке знаки все является вот еще звезда все эти знаки до великой отечественной войны но великой отечественной и вот эти вот значки наградные знаки наградные мне очень очень нравится там по душе вот еще это вот так вот по ходу было да это вот запчасть от этого знака так вот еще тоже старая звезда ну как тут так вот вот эти вещи я просто обожаю но остальные значки конечно же является советской эпохи а вот еще смотрите какая зачетная царская вещь этот знак знак об окончании высшего заведения при при царях сожалению я вот сказать не могу именно какое высшее заведение но факт интересный был такой значки был ксм ранее позднее в общем много интересных вещей встречается ну я как бы этими вещами но смотрите вот эти вот два знака вроде как похожий да но этот у нас кокарда непосредственно то есть обычный лесничий а это вот похоже но это кокарда школьника тоже тридцатые сороковые годы различные побрякушки интересные а вот смотрите еще побрякушка блин что-то я не знаю что-то я принес совсем забыл это у меня единственная медаль серебряная первую мировой войны за храбрость у меня ее хотели приобрести но я к сожалению отказал этому человеку вот так что так вот в принципе пожалуй и все получилось неплохо сейчас попрощаемся и так ребята на этом я буду заканчивать свой такой спонтанный видео сюжет напишите в комментарии нравится ли вам как и мне рассматривать чьи-то чужие находки я эти находки честно нашел чисто случайно на уборке на балконе вот так что очень порадовал такие находки хоть мы и сидим сейчас дома к сожалению на кок уезжать не могу связи с тем что у меня супруга находится в больнице кинг у меня тоже немножко прихворал тем что у него что-то с лапкой ходит хромает не бегаем не гуляем особо помогло так что одно наслоилось ну ладно надеюсь что в ближайшее время все наладится и мы снова будем выезжать на копы и радовать вас выходами с хорошими достойным так что на этом все всем пока до новых встреч кинг кинг ты чё как развалился кинг а красавчик кинг передай привет передай привет вот ведь он хромает так место место молодец вот это вот у него здесь вот запретная черта сюда он не может проходить так что вот на его место да да красавчик лапка у нас болит слегка вот сидим скучаем дома самоизоляция и и и и